Вот, короче, да. Мы дошли мы к этому мосту, и вот что мы видим. Когда снег оттаял, все выглядит еще гораздо хуже. Состояние просто ужасающее, блин, даже держаться. Боюсь, а то прям вниз можно скатиться. Вот, глядите как. Все рассыпается в труху просто. Вот смотрите, машина проехала, и трясется, трясется оторванные вот эти куски, когда проезжают фуры. Вон там тоже, все побито. Да, вот. Арматура. Кулак об разбить не могу, но я думаю, что скоро уже смогу. В принципе, такая тут система. Пешеходная часть явно аварийная прогнила. Так, давайте-ка посмотрим получше. Что тут? Надо спуститься. Посмотрим получше, что тут у нас внизу. Ну, я тогда смотрел, автомобильная часть такая, достаточно прочная. Тут, я думаю, вряд ли что-то провалится. Только если вот где трещины, там большие трещины такие расходятся, все. А эта-то она крепкая. Не, это заводское. Ты все знаешь? Нет. Это опалубка отзаливали. Что? Заливался к опалубке. Ага. Потому что эта форма хорошая гладкая, а эта вторая, что-то так... Не, вот. Не, вот. Вот мы здесь делали. Живой? Да. Видишь, вот трещины довольно-таки. Там, ну так, я не знаю. Проезжая часть, вроде, еще ничего. Не похуже. А вот пешеходная, видишь, она нависает вот так вот. И она может отвалиться запросто. Вот эта-то она, вон, видишь, как все проложено под балками. А пешеходная часть, вон она, отдельно. Но то, что снизу подвывается, это ничего страшного. Вот так. За сетку такую делаешь. Понятно. Рассмотрю, тут тоже плита уже немножко от воды вся поразодралась. Так. Резервный. Ну что? Наверх надо идти? Да, наверх. Посмотрим. Надо будет, наверное, как его идти, сельсовет искать. В какую только сторону. Но туда, в деревню, там или туда? Нет, в саму, практически там. Там здание. А это что там? Там дача, наверное. Да, и вот, кстати, щели. Ишь тут уже совсем разболтались. Вот одна, вот еще одна. Мы проходили, снизу слышу, сыпят. Да, это, видишь, вот здесь вот, я думаю, тоже скоро появится. Вот такая щель. Это вот между плитами. Тут такая вот керня. Что, пора найти, где же этот сельсовет и поговорить. А то следующий приемный день только через неделю. Не, ну, просто в гляньте, они вам домой приходят, да? Да, кстати говоря, вот так выглядят ступеньки возле Крапивинского сельсовета. Поэтому, знаете, меня не удивляет состояние этого моста, когда я вижу эти ступеньки. Ну что, теперь пойдем? Ну что, так, из парохода? Да-да. И еще. Блин, сыпется? Так-с. Ну вот, мы как бы на месте. Мы как-то специально. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы на... Светлана Иванова? Да. Собственно, что, по поводу... Спросил по поводу чего? По поводу того, почему знаки, а когда ремонт будет, то есть, да? Ну, в курсе, не в курсе. Да, не, ну в курсе, я же позвонил, в курсе. Они знают, они сказали, говорят, на неделе сделаем, вот на той неделе, типа. А тут вот сделали, да, знаки повесили. Ну и чтобы блоки поставили, надо техника, они все-таки с хатом. Ну, понятно, но это сам-то мост на такой остался. То есть, спросите вообще, им озвучили сроки, когда вообще будет ремонт непосредственно самой пешеходной части? Или нет? Потому что, если нет, тогда нам придется как бы самим мне писать в этот, в облсполков, наверное. Или петиция, может, как советуют в интернете. Они же официально же отведующего кандидата. В смысле? Нет, так они сказали, что потеряли мое прощение, и тогда вот они мне сказали, обратись там все лучше в сельсовет. Так что официального ответа не будет. Поэтому я и в сельсовет позвонил, вот поэтому сюда идем. Чтобы, как говорится... Да, чтобы узнать, здравствуйте. Чтобы уже узнать, что да как. Если хочу, что-нибудь интересное, что есть? Ну, вот информация. Для нас ничего, я думаю. Цифра страции. Для нас тут ничего, информации вряд ли какая-то будет. Цифра страции. Вы кто, молодые люди? Граждане. Нет, граждане. Ну, у вас сегодня приемный день? Так я скажу, вы кто? Вопрос. Все втроек или по одному? Втроем. Хорошо. Кабинет же большой. Хотели узнать по поводу моста. Тогда вот звонил я, спрашивал, как вы тогда сказали, что на неделе ремонт будет. Мы посмотрели, там знаки поставили предупреждающие, а собственно ремонт самой пешеходной части планируется. Подождите, вы у меня разрешение снимать не спрашивали. То есть вы говорите не снимать, так? Ну, понимаете, я раньше на улице прошла. Ну, да, да. Вы стесняетесь или вы боитесь чего-то? Я стесняюсь, что я буду... А бы как, на Валайне? А, ну я буду пол снимать. Главное, как бы... Обычно предупреждаются. Ну, хорошо, да. А просто снимать ради того, чтобы снимать, не обязательно. Нет, просто фиксация. А то вы стоите, не надо. Да, так. Хорошо. Скажите, а думали, как же... Кошки получали. Сейчас с тобой, наверное, срочно, нет? Так, да, так думали узнать хотя бы сроки. Ну, то есть, потому что, если, например, в чем проблема? Слушайте, я сейчас расскажу, чем проблема. Хорошо, да. Эта самая дорога Орша Дубровна приближит к молодой человеку. Да. Ну, по-моему, договорились, что мы не снимаем. Ну, это не запрещено. Ну, он без себя, он меня снимает. Он не вас, он меня снимает. Подождите, я вижу, кого он снимает. Ну, что вы так волнуетесь? Ну, давайте, расскажите, пожалуйста. Меня уже один раз сняли. У меня волосы вот так остались. Ну, дура дурой была, ну, понимаете? Я женщина не хочу, чтобы так было. Понимаете, люди, кто, не судите и судим не будешь. Так? Давайте по вопросу. Хорошо, объясните нам. Дорога, это Орша Дубровна, отслуживается ДУ-39. Оршанский. Да, который расположен, знаете, в Андреевщине. Точно, я не разговариваю? Не, ну, вы говорите. Вы просто тоже не знаем, кому обращаться. На сегодняшний день... Нет, это обслуживается ДУ-39. С директором я разговаривала. Они являются филиалом Витебск-Оршан, как Витебск-Облдорс, как правильно называется эта дорога. Скорее всего, облстрой. Нет. Сейчас скажу правильно. Где-то мои очки были. Так. Сейчас одну минуточку скажу правильно название. Но вы об этой проблеме узнали только, когда поступило заявление. Или вы об этом уже знали давно? Я не то, что давно. Я знала, когда начал сходить снег. Понимаете? Когда начал сходить снег и поводки, я пошла поглядеть. Ну, обычно нахожу где-то мосты. Там вода сильная или не сильная. Но пошла и посмотрела. Ну, хорошо. А вы знаете о том, что была размещена информация на Ютубе о состоянии моста? Потому что люди начали... Ну, кто мне звонил на телефон? Я вас звонил. Вот я узнала, что молодой человек мне позвонил. Ну, мы беспокоены, потому что угроза жизни и здоровья, а это глажно. Поэтому основное финансирование от Витебск... О, это Дор. Сейчас точно я название не скажу. Я просто выяснись по причину, то есть почему. Потому что мост, видно, очень-очень много лет уже не ремонтируется. Там перила уже рассыпают. По пириллу я не знаю, как там... Ну, и бетон тоже. Периодичность как ремонта. А это же исследование проводят, я так думаю. Ну, там без исследования можно, без специалистов сказать, что мост находится в плачевном состоянии. Ну, и во-вторых, видно, что там какая-то попытка такого ремонта есть. То есть где-то цементом там подмазаны стыки щелей и проволокой там подвязаны. То есть видно, что о проблеме кто-то уже знал. Сколько лет назад неизвестно, но кто-то уже об этом раньше знал. И пытались как-то там скотчем и проволокой залатать. Ну, там скотча нет, а проволока, конечно, есть. Там синяя лента такая, пластиковая, крепкая довольно-таки, но это... Так, ДЭУ-39, она принадлежит РУП, Витебск, Аптодор. То есть ДЭУ-39 это филиал, это Витебск. И поэтому про разговоры с директором он сказал, что финансирование, ну, как бы, когда возникла проблема, тут же оплатить это невозможно. И головное обратимся в предприятие, чтобы оказались содействия в ремонте. А в настоящее время положили там плиты и повесили знаки прохода. Понятно. А по срокам они не назвали, когда они примерно... То есть просто сказали, мы обратимся там и все, да. И когда-нибудь будем там... Ну, когда у нас деньги появятся. Ну, понимаете, я после обеда должна была ехать сегодня на кем-то на прием. Хорошо. Мы всем встречаемся с директором. Они уже обратились, а когда им ответ дали, что когда будет ремонт... Сегодня... Хорошо. Вы можете нам по стечению времени сказать, когда начнется, когда будет финансирование, когда, в каком, например, в этом году, в следующем году будет, значит, ремонт данного моста? Конечно. Я желаю, что сегодня я буду встречаться с директором. Мы договорились. Просто дорогу мы тут это самое, к субботнику подготавливаем, убираем, все ремонтируем. Поэтому... Хорошо. А что делать другим гражданам, которые решат пешком добраться, например, в соседние деревья, даже хотя бы на тот комплекс? Там стоит знак. Ну, я понимаю, автобус. А если пешеходам? Ну, бывает критическая ситуация. Понимаете, получается так, что, выйдя на дорогу, тем самым мы подвергаем себе опасности. Ну, на дорогу наши сельские жители ходят через этот вот мост, который есть. У нас другой есть мост. Ну, вы согласны, что на сегодняшний день есть проблема? Проблема. Ее нужно решать. Я согласна. И совместно тоже не сидим, тоже попросили, чтобы сделали. Ну, если у вас что-то не получается, может быть, действительно обратиться к общественности? У нас есть идея написать петицию в обл. исполком, например, чтобы они... Похода, что еще мне не отказали. Я же говорила, что сегодня мы должны были встретиться после обеда, просто до обеда. Хорошо. Тут свои дела, понимаете. Прием граждан с 8 до часу. Да, просто мы зашли, чтобы, ну, как бы, проблема эта не потерялась. А то и скажем, что... Вы ко мне зашли, снимаете все. Спросила, вы говорите, мы граждане. Хотя бы сказали Павел, Вова, там, или Александр Иванович. Вот я разговариваю, ну, да. Хорошо, Дмитрий, да. Ну, вы тоже мне не представились? Откуда я знаю? Нет, ну, там написано. Я запрошла, я сказала, что я руководитель, а вы уже фотографировали, как мне. Хорошо, ну, да, приносим извинения. За неволосом. А то все прилетают такие, все, понимаете. Мы тут все можем решить все сделать. В этом ничего страшного нет. Нет, мы просто спросили, почему. Как приносились подком? Добрый день. Продолжение следует...